Праздник «Веселый звонок», посвященный началу нового учебного года, получился ярким, веселым и познавательным. Он стал отличной возможностью для школьников не только отдохнуть и повеселиться, но и развить свои навыки и таланты. Все площадки были организованы таким образом, чтобы участники могли проявить себя, задавать вопросы и получать новые знания. Вчера прозвенели первые звонки, ребята пошли в школу, но в учебном процессе есть время учебе и есть время отдыху. А сегодня первая, шестая суббота, суббота для отдыха, полезного отдыха в 2023-2024 учебном году. В прошлом году мы, я надеюсь, заложили традицию проведения праздника «Веселый звонок» для ребят, чтобы показать им возможности интересного досуга, чтобы они могли научиться правильному времяпрепровождению, чтобы они познавали традиции нашего народа. И в этих целях сегодня проходят не только концертные площадки, но и множество интерактивных площадок и развлечений, в том числе познавательных. Разнообразие интерактивных площадок приятно удивило каждого гостя праздника. Можно было познакомиться с дворовыми играми, научиться играть в классики, резиночки, городки, домино. Юных ученых интересовали химические опыты, шахматы, робототехника. Для любителей спорта – эластик-хоккей. Для развития моторики – оригами. Ребята могли ознакомиться с принципами работы служб ГАИ, УВД и МЧС. А полюбившийся обрещанным театр Батлейка открыл театральный сезон новым спектаклем. Вы знаете, в век современных информационных технологий наших школьников заинтересовать и удивить чем-то очень сложно. Но мы решили вспомнить добрые, старые, забытые дворовые игры. У нас проходит фестиваль дворовых игр, где наши волонтеры, ребята рассказывают о том, как поиграть в скакалочки, что такое резиночки, как проходит игра в классики, организованная игра в домино, городки, квадрат, чеканка меча. Кроме этого, мы понимаем, что дворовые игры были ценные много лет тому назад и интересовали детей. Но сейчас современная техника тоже интересна, поэтому 13-я школа у нас представляет робототехнику, кружок лего, где можно посмотреть, как конструируют роботов. Центр допризывной медицинской подготовки 27-й школы показывает, как организовать первую медицинскую помощь, как ее осуществить. Еще одна площадка – импровизированная сцена. Здесь в праздничном концерте приняли участие творческие коллективы школ и гимназий Ленинского района, образовательного центра «Май Бэйби» и «Арт Пиппер». Праздник «Веселый звонок» прошел весело и душевно, подарив детям и их родителям множество ярких впечатлений и положительных эмоций. Я вон там поиграла, потом загадку, потом здесь и все. Какие впечатления у тебя от праздника? Классные. Очень здорово, весело, ребенку очень нравится. И прыгала в пластике, на резинках, на скакалке. Еще только пока пришли, будем обходить остальное. Как тебе праздник, расскажи? Круто. Что понравилось, что посмотрела? Концерт и поугадывал загадки. А что еще хочешь попробовать? Хочу зарядить патроны и посмотреть концерт. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.